Сына и Святого Духа! Дорогие и честные отцы, братья и сестры, всех вас сегодня поздравляю с дневным праздником, с церковным праздником в честь Казанской иконы Божьей Матери, Великой Святыни нашего Отечества. И также с Днём народного единства государственным праздником, который сегодня праздничный день, никто не работает, и все мы должны славить Бога прежде всего, чтобы благодарить Царицу Небесную, под покровом которой находимся мы, Россия находится, и, конечно же, хранить, любить и защищать свою Отечество. Россия – наша страна, наша Родина, и мы любим свою Родину, чтим свою Родину, мы защищаем свою Родину, и, как говорят многие исследователи, что за тысячи лет было около тысячи войн против России. Ну, трудно сказать, действительно, тысячи войн, или там меньше, или больше, но, действительно, это так, сотни и сотни войн было против нашего Отечества. И великие мировые войны, и большие войны среди больших государств, и малые частные войны. И таких войн было очень много, даже здесь, в Китае, были даманские события, с Японией, и однократно воевали, и так далее. И мы, наши предки, и мы призваны защищать свою Родину, любить свою Родину. Почему так много войн против России? Потому что здесь благодать Божия, с нами Бог. И мы, хоть и нерадимы, но стараемся любить свою Родину, защищать свою Родину, хранить свои святыни, хранить свое Отечество, свою семью. И поэтому враг рода человеческого воздвигает различных других вождей, полководцев, лидеров других стран, у кого каких-то других вер, других философских взглядов, безбожных, чтобы воевать, скорее, не против нашей страны, не за экономическую, или какое-то там имение, а против Бога. В основном все войны, они реверные, в основе своей. Хотя, конечно, есть и политические, и экономические, но интересные. Вот сегодня мы вспоминаем войну с поляками 1612 года. Хотя до этого было столько великих войн. Нашли и сарматы, и полосцы, и турки, и татары, всех мастей, и поляки, и немцы, и французы, и американцы сейчас через Украину. Поэтому войн очень много, и шведы. Но сегодня мы вспоминаем войну 1812 года. И вот эти вот дни победы, как вот 9 мая, победа над Германией, 1 апреля победа на взятии Парижа, тогда была победа над Берлином. И сегодня мы тоже вспоминаем победу над поляками. И Польша, хотя и владели частью Руси, это была речь посполитная довольно долго, вместе с Литвой. Потом и добрались до Москвы. Но при Екатерине, мы знаем, Польша входила в состав России. И поэтому какие-то страны поднимаются, какие-то опускаются. В России вот тысячи лет являются великой державой, подобно Второму Риму, Византию, Рад, Москва, Третий Рим. И мы имеем в виду никакая политическая структура, нет. Это не просто политическая структура, а действительно государство, которое охраняет православие в своей стране. Так было около тысячи лет в нашей стране. Потом было, конечно, безбожное время. И сейчас опять идет возрождение духовности, нравственности. Наша идеология поднимает голову. И мы будем защищать не просто нашу страну, нашу Родину, наши семьи и себя. Нет, мы должны защищать святую Русь. Наша Русь была святая. Это наш идеал. И мы стремимся к этому идеалу. Хотим опять сделать нашу Русь святую. Конечно, все мы перед Богом грешны. И в этом смысле трудно понять, как это может быть страна, там, Сочи, Россия святой. Но здесь, я думаю, надо сказать очень важную вещь. Что хотя мы каждый по отдельности грешны, но по чину, по статусу мы христиане. И поэтому мы святые по призванию. Так же и страна, хотя мы и князья, и цари, и члены церкви, государство грешное перед Богом. Да и, может быть, перед другом. Но святая Русь имеет в виду, что у нас были святые законы, которые были соразмерны евангельскому закону, закону Божию. И по законам Евангелия нас судили, наставляли и благословляли наши святые отцы. Вот патриарх Армаген и патриарх Иов, они участвовали в этих великих смутных событиях войны 1812 года. Именин и Пожарский, другие ополченцы в Нижнем Новгороде, в Костроме, в других городах, в Троицерде, Лавре, защищали Родину, молились за нашу святую Русь. И победили поляков в то время безбожных, латинин. Сегодня мы воюем против, не просто против наших собратьев, украинцев, нет, мы не против них воюем, но воюем, очищая и освобождая нашу святую Родину, Россию. И Киев, мать русских городов, другие города Одессу, Харьков, Днепропетровск, Донецк, конечно же, Улгасск. От супостатов, которые пришли на нашу землю, наемники, американские, других стран, европейские, и перезагрузили душу наших собратьев, родных, по плоти нам, по духу русских людей, православных, украинцев, и сделали их врагами, язычниками, безбожниками, сатанистами. Ну не всех, конечно, но многих, молодежь особенно. Это страшно, поэтому мы очистим нашу землю от этих супостатов, освободим нашу святую Русь, сделаем ее святой Русью, конечно, но чтобы освободить, надо самим быть достойными. Вот мы молимся, чтобы Господь нам дал духа премудрости, силы, чтобы мы были духовитые, имели веру, имели надежду на Бога, на Матерь Божия, Царицу Небесную. Если мы не будем возрождаться, то как мы победим? Если у нас не будет духовной идеологии, стремления к Царству Небесному, вот наша идеология. И здесь жить во образ Царства Небесного, то мы не победим. Поэтому мы должны сейчас собраться, объединиться, государство с Церковью, народ с Церковью, с Богом, объединиться, вернуться к нашим идеям, святыням. И с Божьей помощью, когда Господь к нам будет благоволит, и мы изгодим всяких извращенцев, грешников, как говорится, ворюк из государственной системы. И дай Бог, чтобы у нас были во главе стояли добрые люди, и от нас это зависит. Будем мы жить сами свято, будем молиться за нашу Родину. И Господь очистил Россию от супостаток. А Россия будет святить всему миру. Мы знаем, что в честь победы на поляками, на Европе, тогда тоже, можно сказать, объединенной во главе с поляками, мы поставили на Красной площади, рядом с Кребем, храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Казанская икона, это главная святыня, там находилась и находится. Но мы знаем, что Казанская икона, она и во время Отечественной войны облетали Москву, облетали Ленинград, тогда Санкт-Петербург, не взял немец эти наши две столицы. И Казанская икона облетала в 99-м году вокруг России, тоже была смута Чечни, могла быть раскол. Тоже Господь умерил это дело. Поэтому Казанская икона, это одна из главнейших святынь нашей Родины. И когда во время другого спутного времени эволюции, патриарх Тихон вместе с другими Божьими людьми писал Акафист в державной иконе Божьей Матери, дивной, чудотворной иконе Царицы Небесной, то он был написан на основе Акафиста, Казанская икона Божьей Матери. Там много тропарей оттуда. И поэтому действительно Матерь Божья в своих иконах Державной, Казанской, Тихинской, Владимирской и других охраняет землю русскую с севера и юга, с запада и с востока. И если мы будем жить достойно веры, достойно Бога и заповедливого, то Матерь Божья со всеми святыми молитвами Бога, чтобы Господь спас и помиловал нас грешник. Всех вас поздравляю с праздником, причастников поздравляю с принятием святых христовых тайм. Выслушайте благодарность и молитву по святым чечениям.